В машинах больше души, чем в других вещах. Автомобили уникальны. Оливье Булле, шеф-дизайнер Митсубиши. Лансер переводится как Улан, то есть конный воин с пикой, саблей и пистолетом. В 19 веке кавалеристы молниеносным броском прорывали оборону и сеяли смерть в рядах противника. Секрет скорости, легкий доспех и выносливый конь особой породы. Когда японцы нацелились на рынок старого света, новый седан назвали не Сёгун или Самурай, а именно Лансер. Первая машина появилась в 1973, а всего сменилось 10 поколений. Сегодня Митсубиши Лансер 9 один из лидеров гольф-класса. Вот седан с мотором объемом 1,6 литра и мощностью 98 сил. Агрегат назначен основным в линейке. Есть еще двигатель поменьше, 82 лошадки, но в России его не больно жалуют. Слабоват рохля для весенней распутицы и зимней наледи. Трансмиссия механическая, с автоматом машина прибавит в цене 1100 долларов. В салоне МП-3, кондиционер и электропакет. Широкие прямоугольные сидения с подогревом, но без сервопривода. Автоспорт для меня – постоянный источник вдохновения. Оливье Буле, шеф-дизайнер Митсубиши. Лансер – это уже давно икона стритрейсинга и классического ралли. Заряженная версия Evolution есть и у девятого поколения. Эва отличаются турбомотором, спортивной подвеской и полным приводом. Машина практически без доработок может участвовать в национальных чемпионатах. Болид стоит от миллиона рублей. По сравнению с гольфом или фокусом, японец тесноват, да и дизайн довольно пресный. С выходом десятой версии, которая оснащена богаче и выглядит агрессивнее, цены на предыдущее поколение основательно упали. Пятилетний лансер можно найти за 300 тысяч рублей. В свое время это был самый доступный леворульный японец. Может быть поэтому девятка так популярна в России. К тому же по отзывам владельцев автомобиль неприхотливый.